16 октября день памяти святителя исповедника Агафангела Преображенского, митрополита Ярославского. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Будущий святой исповедник Агафангел Миру Александр Преображенский родился 27 сентября 1854 года в селе Манчилы Тульской губернии в семье священника. Шестеро детей получили с детства пример благочестивой и аскетической жизни от своих родителей. Их приобщали к простому крестьянскому труду, к смиренному принятию бедности, учили терпению и прилежанию. В 1871 году Александр поступил в Тульскую духовную семинарию. Здесь он пережил серьезные духовные искушения. Это был его первый опыт. Особенности воспитания в семинарии не соответствовали той высокой планке, которая была задана в семье. И Александр задумал оставить обучение и освоить профессию врача. Но благодаря наставлению отца постепенно преодолел эти искушения. Впоследствии он поступает в Московскую духовную академию. Юноша вдохнул полной грудью, он приобщился к пастырскому подвижничеству Троицы Сергиевой Лавры. В 1881 году Александр успешно окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Через год женится на дочери священника Вознесенского. Но не прожив и года с женой, Александр Лаврентьевич теряет супругу и новорожденного младенца. Об уроке, вынесенном из тех страшных испытаний, он писал «Жизненный путь, избранный мною, не мой жебий. Я поспешил оставить мир, взять свой крест и приобщиться к лику иноческому». 7 марта 1885 года Александр принимает монашеский постриг с именем Агафангел. В 1886 году отец Агафангел, будучи инспектором Томской духовной семинарии, возводится в Сан-Игумена. Вскоре его назначают ректором Иркутской духовной семинарии с возведением Сан-Архимандрита. В сентябре 1889 года он принимает хиротонию воепископа Киренского, викария Иркутской епархии, и назначается правящим архиереем Тобольской и Сибирской епархий. Затем епископом Рижским и Митавским. А с 1910 года владыка занимает Виленскую и Литовскую кафедры. В 1914 году владыку возводят Сан-Архиепископа. В духовных учебных заведениях своих епархий святитель стремился все подчинить одной цели – чтобы юношество прежде всего полюбило молитву. Церковные просвещения и евгрессическая жизнь были главными сторонами деятельности владыки. Он много сделал для улучшения жизни простых сельских батюшек, зная об их трудностях и собственного жизненного опыта. Счастливая уравновешенность духа, мягкость и внимательность в общении, ровность и выдержанность характера, полное уважение к чужому мнению – вот те личные свойства владыки, которые невольно вызывали к нему любовь всех, соприкасавшихся с ним. Так свидетельствовали о нем современники. С 1913 года владыка был назначен на Ярославскую и Ростовскую кафедру, и его возводил сан-метрополита. В 1917-1918 годах избирается членом предсоборного присутствия и затем членом поместного собора. С 1918 года он член высшего церковного управления и священного синода при святейшем патриархе Тихоне. В мае 1922 года патриарх Тихон, будучи в заточении, отказался передавать полномочия на церковное управление обновленцам и дал митрополиту Агафангелу грамоту на право замещения. В следствии крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага церкви поставить ваше высокопресвященство во главе церковного управления до созыва собора. 3 июня 1922 года появляется так называемый «Меморандум Трех» за подписью митрополита Сергия Старгородского и архиепископа Евдокима Мещерского и Серафима Мещерякова, где предательски заявлялось, что обновленческое ВЦУ является единственной канонически законной церковной властью. В этот труднейший и опаснейший момент митрополита Агафангел 5 июня 1922 года издает послание о своем вступлении во временное управление православной церковью, где призывает верующих хранить в чистоте устои церкви и осерегаться тех, кто пытается незаконно узурпировать церковную власть. За свое сопротивление обновленцам в их попытке захватить церковную власть святитель немедленно подвергается аресту. В конце 1922 года больной старец после заключения в тюрьмах отправляется с уголовными преступниками в трехлетнюю ссылку на Римский край. В своем завещании 25 декабря 1925 года патриарх Тихон называет митрополита Агафангела вторым кандидатом на должность местобюстителя патриаршего престола. Органы пытались оказать давление на митрополита Агафангела, срок ссылки которого истек в конце 1925 года. Ему предлагают воспринять высшую церковную власть. Цель предложения — столкнуть ведущих иерархов при помощи интриг и дезинформации, чтобы спровоцировать множественные расколы в церкви и тем самым лишить церковь законной иерархии. Владыка не мог располагать в ссылке всеми текстами распоряжений митрополита Петрополянского из Перми в апреле 1926 года издает послание, в котором извещает о своем вступлении в должность патриаршего местобюстителя. Вернувшись из ссылки, он получает указ митрополита Петрополянского воспринять местобюстительство. Однако митрополит Сергий, по-видимому, под давлением ГПУ, отказался приехать в столицу, чтобы в присутствии собора архиереев передать соответствующие полномочия. Тогда митрополит Агафангел сообщает митрополиту Петру, что принять на себя обязанности местобюстителя не может ввиду преклонности лет и расстроенного здоровья. И советует митрополиту Петру передать местобюстительство митрополиту Кириллу Смирнову или митрополиту Арсению Стадницкому. После издания декларации 1927 года Бадыка Агафангел выступил с исповедническим обращением, в котором отказывался от административного подчинения митрополиту Сергию и заявил о переходе на самоуправление, предусмотренное указом святейшего патриарха Тихона. Однако в ответном письме митрополит Сергий просил Бадыку сохранить с ним общение, грозя каноническими прещениями. Вскоре с Бадыкой случилось несколько сильнейших сердечных приступов. При чувстве близости смерти он призывает своих векарных архиереев составить новое обращение к митрополиту, где говорится, что они не прерывают молитвенное общение с заместителем патриаршами сублюстителя, не желая учинять никакого раскола и всех обращающихся епископов, клириков и мирян направляют к митрополиту Сергию ради мира церковного. Таким образом, даже не принимая политики митрополита Сергия, Владыка Агафангел до конца жизни старался послужить делу церковного единения. Детская простота и душевная чистота подвижника делали ли его неспособным к расчетливой дипломатии и политической борьбе, необходимых, чтобы удержать в руках внешнюю административную власть. Все эти переживания за церковь Христову сильно подорвали здоровье владыки. Перед кончиной святитель часто приобщался к святых тайн и 16 октября 1928 года митрополит Агафангел скончался. Погребли владыку лишь на седьмой день в склепе под Леонтивским храмом на Ярославском Леонтивском кладбище. Митрополит Агафангел Преображенский причислен к лику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года. Субтитры создавал DimaTorzok